Сегодня я вам расскажу про антиспам. По результатам этой лекции будет домашка, которая большая и интересная, поэтому крайне советую послушать, раз уж вы пришли. Вначале обсудим актуальность этой проблемы, где есть антиспам, кому он нужен, что зачем, потом, как он воздействует на поисковики и как мы им противодействуем, как анализировать спам по контенту страницы, как выделять сами спам-сайты, ну и если останется время, обсудим антифрод и вообще спам в других приложениях, не только в поиске. Почему это актуально? Потому что, ну, спам в поисковиках вы, наверное, тоже встречали. Раньше его было еще больше. Спам, скорее, сейчас более актуален — это соцсети, это всякие там ВКонтакты, Одноклассники, Вайберы, Инстаграмы, где на тебя пытаются подписаться магазины и другие странные непонятные действия. Ну и на самом деле любые сайты, где пользователи могут что-то писать, то есть тот же кинопоиск, на который странные товарищи пишут странные отзывы — это на самом деле спам, потому что он не несет полезной информации, а мешает алгоритмам того же кинопоиска ставить нормальные рейтинги, а нам ходить на нормальные фильмы. Почему это актуально? Потому что на самом деле тут порядка 30% всего рынка рекламы — это интернет. То есть он уже больше печатных СМИ. Вот в суммарном эквиваленте на 2015 год он оценивался в 60 миллиардов рублей. И основная часть этого рынка — это контекстная реклама. То есть та реклама, которая вылезает в поиски по запросу. Вы что-то поискали, и теперь вечно за вами это будет вылезать. И плюс, когда вы задали запрос, вот сверху рекламные посты — это и есть контекстная реклама. Никто не хочет платить, чтобы туда вставать. Все хотят занять первые позиции на халяву. Соответственно… Медийная реклама вообще? Медийная реклама — это вот на самом деле контекстно. Это вот когда вы задали запрос, и сверху вам выделили некоторые результаты, которые релевантны вашему запросу, ну немножко. А медийная — это как раз вот все остальное, все остальные баннеры, которые вешаются на сайтах. Просто есть такая вещь, как ретаргетинг — это когда вас нашли поконтекстно, а потом бесконечно преследуют. Это небольшая специфика, но в целом в медийке может крутиться все, что угодно, и вполне… Ну то есть раньше это было сильно чаще, когда пользователях было меньше инфы, что вам крутили просто что-нибудь, что надо продать, потому что они не знали ваших запросов. Сейчас все все знают, поэтому контекстная реклама плавно перекочевывает за вами по всем сайтам, где вы гуляете. Но все равно она является медийкой. И основной трафик — на самом деле сайты собираются в поисковиков. В соцсети сейчас начинают набирать обороты, но все равно они даже не близко. Поэтому хочешь получить трафик — залезай в поисковик. Вот еще один пример. Есть такой подход, как айтрекинг, когда смотрят тепловые карты того, куда смотрел человек. И человек при анализе выдачи смотрит только на первые несколько результатов. То есть если вы стоите на пятой позиции, вас не увидят, в общем-то бесполезно. Сделали сайт, а он никому не нужен, его никто не видит. Поэтому все хотят наверх. Соответственно, простой способ — купили контекстную рекламу, встали в самый верх, шикарно получили трафик. Но за это надо платить денежку, все хотят на халяву. Поэтому давайте-ка наш сайт поднимем как-нибудь на первую позицию и не будем заносить деньги поисковику. Верно их придется кому-то занести, но не поисковику. На самом деле надо заметить, что вот такой паттерн просмотра выдачи специфичен для стран, где поиск работает хорошо. Для примера, во Вьетнаме глубина просмотра поисковой выдачи — 10 страниц. То есть вы себе представляете, человек, когда ищет, он пролистывает 10 страниц в надежде найти хоть что-то релевантное запросу. Это было связано с тем, что, например, у Google долгое время не было конкуренции, а в вьетнамском языке там надо хитро разбивать на слоги слова. То есть там пишутся слоги, а ты должен сам их объединить в слова. Соответственно, у Google не было конкурентов, им не было смысла заморачиваться, работало как работает на европейской модели — и ладно. Потом туда пришло несколько российских поисковиков, ну не поисковиков, ну ребят из России, которые стали делать свои поисковики, и тут же глубина просмотра у Google через полгода-год упала до первой страницы. То есть как бы качество поиска зависит от конкуренции. В России все хотят найти результаты на первых трех позициях. Если дальше, знать что-то не так. Соответственно, почему все хотят на первой позиции? Потому что это экономически выгодно. Больше пользователей — больше денег. Либо через рекламу, либо через конверсию в покупки. Поэтому все хотят туда залезть. То есть вот пример в чем проблема. Вот по запросу купить телевизор вылезает шкаф-купе. Потому что люди хотят просто трафика на свой сайт. Вдруг ты искал телевизор, зайдешь, кликнешь и купишь шкаф-купе. То есть может быть конверсия низкая. Там один из тысячи купит, но это все равно кто-то купит. Халява. А для поиска это на самом деле проблема в том, что куча мусорного контента. Потому что, как я расскажу дальше, есть различные способы попадания в топ-выдачи. И зачастую этот контент не несет пользы ни для поиска, ни для движка поиска, ни для пользователей поиска. Что мы хотим получить? Мы хотим, чтобы меньшинство попадало в индекс, потому что размер индекса ограничен. То есть вам надо набрать в индекс максимально релевантные документы. То есть на самом деле от полноты индекса очень сильно зависит качество. Это один из самых халявных способов. Ну вот как в машинном обучении. Чем больше обучающее множество, тем лучше качество. Можно там тюнить алгоритмы, а можно подлить в два раза больше обучающее множество. Тут также. Чем больше индекс, тем лучше. Это халявный способ повысить качество. Но он у нас ограничен чем-то, и нам надо, чтобы вот эта выборка была максимально качественной. И, соответственно, уменьшаем в индексе, уменьшается количество спамов в выдаче, что, в общем-то, улучшает тоже и качество поиска, и удовлетворенность пользователей. В среднем где-то 10% поискового индекса — это спам. То есть понятное дело, что если мы их заменим на 10% хорошего, на 10% качество не вырастет, но на пару процентов оно вырастет, а это очень дорогого стоит. Куда на самом деле бьет спам? То есть вот цепочка работы поиска сильно утрированная. На самом деле спам, конечно же, бьет по индексу тем, что занимает там место. Спам бьет по сетчерам, которые занимаются ранжированием, потому что сетчерам приходится перемалывать больше документов, а тем самым они и замедляются, и ухудшается качество выдачи. И они… спам также влияет на анализ запросов, потому что спамят не только документы, но и опоследованно это влияет и на запросы. А если глубже подумать, то на самом деле спам бьет и по краулеру, потому что он забивает очередь обкачки. Если мы не будем качать спам-сайты, мы быстрее будем обкачивать хорошие сайты. У нас повысится актуальность. Для спам-сайтов все равно надо вызывать классификаторы спама, классификаторы порнографии, то есть тратить все равно некоторые ресурсы CPU. То есть, а я вам говорю, что мы в индекс кладем там 10%, а в реальности в вебе их там 20-30%. То есть 20-30% своих ресурсов мы тратим впустую. Это дорого. Наверное, единственная часть поиска, который не издевает спам, это фронтенд. Вот-вот ему плевать. Как спамеры воздействуют на систему ранжирования? Пройдемся, скажем так, исторически как это было. Это текстовое ранжирование, ссылочное ранжирование и поведенческое ранжирование. Первоначально поиск базировался на текстовом ранжировании. Самый очевидный подход — какое слово искали, то и надо найти. Соответственно, спамеры тоже начали первоначально оптимизировать текстовое ранжирование. То есть какие подходы есть к текстовому ранжированию, если просто? Это модель векторного пространства. Вы представляете свой документ в виде многомерного вектора, у которого компонентами является наличие слова. То есть можно говорить просто по наличию слова, а лучше вместо наличия брать tf-idf-ves. То есть сколько раз встретилось слово, помноженное на его idf. Строите многомерный вектор и при помощи, например, косинус-меры ищите похожие документы. Это такой первоначальный подход, который достаточно хорошо работал. Дальше люди начали его усложнять, появилась достаточно стандартная формула BM25. Ее отличие от предыдущей формулы, если не вникать в нее глубоко, заключается только в том, что вот этот вес, который записывается в компоненту, считается по чуть более сложной формуле, которая включает в себя и длину документа, и на самом деле зоны, в которых она встретилась. То есть почему, например, длина документа очевидной кейс нужна? Потому что вы можете сделать документ, в котором есть все слова, и он будет удовлетворять любому запросу. Кажется, он менее релевантен, чем коротенький документ, где есть только нужный вам запрос. Соответственно, тут в этой формуле еще несколько дополнительных эвристик, но что общего у этих обоих формул? Они завязаны на TF и IDF. То есть чем больше слово встречается в запросе и в документе, тем больше этот документ релевантен запросу. Соответственно, как народ оптимизировал свои документы под запросы? Они брали слова ключевые, по которым они хотят показываться, и сильно насыщали или перенасыщали даже документы этими словами. У вас вырастает TF. То есть на IDF вы не можете повлиять. Это, в общем-то, значимость слова в нашем обучающем корпусе. Тут как бы спамеры не могут ничего сделать с тем, как мы посчитали IDF. А с TF он вполне. Соответственно, дальнейшее развитие BAM25 было расчет этого ранга по различным зонам, то есть заголовки, кейворды, текст, выделенный жирным шрифтом, курсивом, еще чем-то. Это все взвешивается с какими-то весами, но сами понимаете, что все равно влияет как бы встречаемость слов. А вот вам другой пример спама. Это когда люди генерят псевдоестественный текст. Вот почитайте, если вам видно что-нибудь. Вот так издалека, если не вчитываться, ну текст и текст, он несет в себе какой-то смысл. Это вот нормальная спам-страница, которая хочет раскрутиться на тему сырной диеты. То есть так издалека смотришь, ну вон сырная диета жирно выделена, сырная диета выделена курсивом, а сам текст просто кусок ереси. То есть людям было лень писать, ну не то что писать, платить копирайтеру, который напишет хороший текст. Зачем? Просто взяли автогенерённый текст, явно использовали какие-то цепи Маркова где-то 2-3 порядка, то есть следующее слово зависит от одного или от двух предыдущих слов по статистике. Соответственно, мы все видим с вами, что этот текст неадекватен. Как нам это сформулировать в терминах математики, машинного обучения, как нам такое задетектить? Для этого используются вероятностные языковые модели. Формулы посмотрите сами, я вам расскажу на пальцах. То есть в чем заключается идея? В предыдущем тексте мы видели, что слова не связаны друг с другом. То есть что такое языковая модель? Языковая модель — это модель, которая предсказывает нам на основании, например, предыдущих слов вероятность следующего слова. То есть вот в предыдущем примере, когда вы слышите их кумулятивные методики, вы не ожидаете, что дальше будет следовать сырная диета. Вы ожидаете многое. Их кумулятивные методики, там, градиент-матрица, их кумулятивные методики, еще что-то, но не сырная диета. Вот различные модели вам это и должны выдавать. То есть вы строите на основании, например, русского языка модель, которая предсказывает слово либо по контексту, либо по анализу всего документа. Плюс еще языковые модели полезны, например, чтобы понять, какой это, например, русский язык или украинский. То есть они очень похожи по написанию, но если вы проанализируете вероятности, вы поймете, что так чаще говорят по-украински, так чаще говорят по-русски, так чаще говорят по-белорусски. Ну или тут вот в нашем случае так чаще пишут спамеры. То есть можно подойти с одного конца, построить модели по всем языкам, которые есть в вашем поиске, и сравнить, этот текст вообще хоть одному соответствует, либо построить там еще четвертую, пятую модель, которая будет язык спамеров, и вы посмотрите, о, это больше всего соответствует языку спамеров. То есть вот конкретно в предыдущем кейсе это такой достаточно стандартный подход, когда генерят текст, а много существительных заменяют на то, что надо раскрутить. То есть в данном случае сырная диета, можно вписать iPhone, можно вписать телевизор, все что угодно. И человек, возможно, перейдет, кликнет дальше по какой-то ссылке. Вы вот таких страниц можете нагенерить просто тонну, потому что это генерится автоматически. А нам это надо все заиндексировать. А нам не хочется. И нам это, в общем-то, не надо. Ну и дальнейший подход к решению — это строить какой-то сложный классификатор. Также для выделения спама по контексту — это либо нахождение дубликатов, потому что зачастую вот эти товарищи, которые генерят автогенеренный текст, вы берете там весь ваш индекс интернета и смотрите, а они там на 100 доменах нагенерили одного и того же. Это тоже негативно говорит о качестве. Либо вот выявление спама через сравнение языковых моделей — это то, что я и описывал. Вы считаете расстояние между двумя моделями, то есть, предположим, это модель русского языка и модель спама, и видите, что это скорее спам. Какие в заключении есть методы воздействия текстовые на поисковый механизм? Это передачащение заголовков ключевыми словами. Многие из вас, наверное, видели в интернет-магазинах это очень часто встречается, когда в заголовке написан iPhone всеми возможными способами, и iPhone, и iPhone, и по-английски, и транслитом, и как только угодно. Перенасвещение текстов ключевыми словами — это вот как «сырная диета», но «сырная диета» — это прям совсем троще. А бывает, когда, ну просто вам вы читаете какую-нибудь, не знаю, статью в журнале, а там вам постоянно пишут «Ауди», 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 «Ауди». Просто везде слово «машины» поменяли на «Ауди». Вы такой, о, нормально, все про «Ауди». Хотя можно было, хотя с точки зрения там литературного языка надо все-таки синонимы применять, еще что-то. Это оптимизация, ну вот как я искал текстов под одно ключевое слово, когда им забивают все. Оптимизация анкоров ключевых ссылок. Что это? Анкоры — это текст, который приезженивается к ссылке. Это на самом деле тоже очень часто используется, и во многом это связано со ссылочным спамом, который мы сейчас дальше перейдем. Ну это на самом деле тут все перечисленные способы. Какое дальнейшее развитие поиска было? То есть вначале все искали по текстам. Было прикольно, пока было мало документов и никто не занимался спамом и ничем. Дальше возник вопрос, а как нам вот среди тысячи телевизоров, сайтов про телевизоров выбрать лучший? То есть пока поведенческого нет, ничего нет. Все вы, наверное, слышали про алгоритм PageRank, про то, как отчасти начинался Google, что вот они его придумали, и при помощи него ранжировали документы. Соответственно, дальше спамеры ополчились именно на эти алгоритмы. Если вы поищите в поиске PageRank, вы не найдете нормального его определения, зато найдете кучу статей, как его оптимизировать, что занесите нам денег, мы все сделаем, как его кто использует. В чем его смысл? Давайте лучше перейдем сразу к идее. То есть идея PageRank, когда он задумывался, заключалась в том, что вот у вас, да, есть тысяча документов про телевизоры, вам надо как-то понять, какие из них хорошие. Соответственно, идея заключалась, что если на сайт многие ссылаются, значит он лучше, чем если на сайт там мало кто ссылается. Чтобы как-то обобщить эту модель, было придумано, что предположим, что человек случайно блуждает по интернету, и какая вероятность, что он окажется на этом сайте. То есть он нажимает на ссылки, переходит по ним, и какая вероятность, что конкретно именно на этот сайт про телевизоры он зайдет. Соответственно, чем больше ссылок ведет на этот сайт, при том ссылок с сайтов, на которых там мало ссылок, тем выше эта вероятность. Соответственно, на сам PageRank влияет количество входящих ссылок, это то, сколько как бы доверия к этому сайту приходит, и количество исходящих, типа сколько он отдает на самом деле. То есть если сайт ссылается на малое количество, то, соответственно, на тех, на кого ссылается, распространяется его PageRank. То есть если ты ссылаешься на 100 миллионов страниц, в общем, тебя, наверное, не надо слушать. Это как человека, который вам может посоветовать по любому поводу. Вы, наверное, ему не будете доверять. А если человек вам занимается химией и советует только по химии, то, наверное, можно к нему прислушиваться в этом вопросе. Здесь идея была, в общем-то, такая же. Но SEOшники быстро это просекли. И что они начали делать? Они начали различными способами на хорошие авторитетные сайты ставить ссылки на свои страницы, тем самым забирая их PageRank и часть доверия от этих сайтов. Притом можно купить у авторитетного сайта эти ссылки, попросить там сказать, вот мы партнеры. А можно взломать движок. То есть все сайты пишутся на стандартных каких-то движках. Вебмастерам лень заморачиваться. Взяли готовые из коробки, выкатили. Потом пришли ребята, которые занимаются SEO-оптимизацией, взяли, нашли там дырку и сделали вам страницу с контактами, а там все ссылки на свой сайт. И часть вашего PageRank они забрали себе. То есть изначально начинали так, как с этим бороться. Например, механизмом распространения меток. Мы можем пометить хорошие страницы в интернете, то есть не весь стягивать граф интернет, а разметить сайты, которым мы безупречно доверяем. И дальше распространять вот это доверие только от этих сайтов. То есть по ссылкам, соответственно, доверяем им, доверяем тех, на кого они ссылаются, но уже чуть меньше, и дальше. На самом деле на этом построен TrustRank. То есть идея заключается в том, что да, мы выбираем сайты, которым мы безупречно доверяем. Вот пример для интернета — это, например, Википедия. На Википедии проверяются все ссылки, которые там размещаются. То есть это отличный сайт, который, а, имеет хорошее покрытие, а, все-таки там вручную модерируемый контент. Поэтому вы можете сказать, что вероятность того, что на Википедии дадут запостить ссылку на спам-ресурс, она колоссально ниже, чем в среднем по интернету. Потому что люди все-таки перейдут. Да, вот может быть, будет какой-то ленивый модератор, который вот эту вот там сырную диету пропустит, потому что он так, ну, что тут сырная диета, ладно, ладно. Вроде слова встречаются нормально. Но, сами понимаете, что вероятность мала, плюс будут какие-нибудь другие, которые найдут эту проблему. Поэтому выбираете список таких вот доверительных сайтов и дальше путем того же алгоритма PageRank, просто в случае PageRank вы изначально даете всем одинаковый вес, а дальше смотрите, куда он стягивается. В случае TrustRank вы доверяете изначально только нескольким сайтам, делаете итерации вот этих вот случайных переходов и смотрите, где какой ранг образуется. На самом деле вот на базе такого же алгоритма построен персонализированный PageRank. Что это такое? Это подход, когда так же мы доверяем не всем страницам в интернете, а только тем, что нравились конкретно вам. То есть вы, например, ходили на определенные сайты, не знаю, там, коммерсант, ведомости, еще что-то. Соответственно, для вас PageRank будет рассчитываться, исходя из того, что только эти сайты авторитетны, и авторитетны только те, на кого они ссылаются. И дальше в ранжировании это тоже можно будет учитывать. То есть, я не знаю, коммерсант ссылается на сайт, продающий телевизоры, значит, персонально для вас это более релевантный сайт. Не важно, что может быть в общем рейтинге интернета, он не важен. То есть это такой достаточно популярный подход, при том, надо понимать, персональный PageRank может работать где угодно. Например, он может работать в музыкальных рекомендациях. Мы можем разметить как вершины графа — это треки или исполнители, которые вам нравятся, и перемещаться от исполнителя к исполнителю, например, по связям, что у них похожие жанры. То есть похожий жанр — это ссылка. Не знаю, играли в одной группе — это ссылка. Соответственно, мы те группы, которые вам понравились, разметили, сделали несколько итераций и нашли все группы там в этом же жанре, с этими же исполнителями. Какие признаки мы можем вынести из ссылочного спама и антиспама? То есть как бы как нам, ну так, навскидку отличить спам-сайт от неспам-сайта? Это степень ссылочности, то есть количество входящих и выходящих ссылок. То есть, например, там те же самые линкофермы, они свои ссылки продают всем, поэтому там море исходящих ссылок. Ну сами понимаете, вряд ли там из нормальной статьи будет тысяча ссылок. Это что-то нездоровое. И входящих ссылок тоже вряд ли у них будет тысяча, потому что, ну это как бы тоже что-то ненормальное. Соответственно, такие параметры можно извлечь. Понятное дело, извлекается сам пейдж-ранк, пейдж-ранк там деленный на количество входящих, исходящих, дисперсия пейдж-ранка, соответственно, различные траст-ранки. В чем проблема ссылочных факторов будет для вас? В том, что для их расчета необходим цельный граф интернета или очень большая его часть. У вас в домашнем задании будет небольшая подвыборка, поэтому сами, например, пейдж-ранки для вас вряд ли что-то скажут. Ну потому что вы их не сможете честно посчитать. Хотя вот ссылочные факторы вполне пригодятся вам. Ну опять же механизм распространения меток можно и на спам аппроксимировать. То есть вы нашли страницы, в которых вы идеально уверены, что они спам, такой в некотором роде анти-траст-ранк. Вы знаете, что вот это вот спам, смотрите на кого они ссылаются и с большой долей вероятности помечаете их тоже как спам. Соответственно, если на этот сайт ссылаются только спам сайты, значит он спамище. Все достаточно логично. Ну самый сильный метод, ну ладно, я спойлерю, не самый сильный. Третий метод, который появился в дальнейшем в развитии интернета. То есть пейдж-ранк хорошо, но когда стало много пользователей, зачем нам считать что-то по ссылкам? Вот конкретно с телевизорами запрос задается там 60 тысяч раз в сутки в неделю в поиск. Мы можем просто посмотреть, на что кликует больше, ну учесть еще там время, проведенное на странице, еще какие-то поведенческие факторы и понять, что надо показывать. Не надо никаких пейдж-ранков. Это обратная связь от пользователя. Самый лучший сигнал, который может быть. То есть клики на количество показов. Соответственно, как спамеры воздействуют? Ну, они задают фейковые запросы, создают фейковые клики. Соответственно, наша сумма превращается там в сумму кликов настоящих плюс фейковые на показы настоящие плюс фейковые. Если вынести, соответственно, настоящие клики и показы, то мы получаем некоторую формулу, в которой важно понимать что? Что если у нас фейковых кликов ноль, мы сходимся к идеальной формуле. Чтобы повлиять на наш реальный CTR, надо сгенерировать много фейковых кликов. Но зачастую пропорция фейковых кликов пропорциональна отношению фейковых показов к реальным. Соответственно, в чем проблема? Чтобы вам заспамить поведенческим образом какой-то запрос, нужно перебить вот эту статистику. То есть если вы взяли запрос «купить окна», вам надо там скупать трафик, даже не трафик, а ботов в каком-то колоссальном объеме. То есть там по 60 тысяч кликов и запросов в месяц фигачить. И притом надо понимать, что изначально вы не на первой странице. То есть это какая-то нездоровая штука, что вы открываете третью страницу и кликаете в конкретный сайт, что тоже палевно. Поэтому на высокочастотных запросах у вас почти нет шансов что-то поведенческой статистикой накрутить. Там все достаточно честно. А вот на какие запросы можно повлиять? Это средние и низкочастотные. Особенно запросы, в которых, в принципе, отсутствует релевантный сайт. То есть люди спрашивают разное. Смысл жизни? Ну уже есть какие-то сайты. Но есть вопрос вот там просто на вскидку. Как вставить наушники в iPhone 7, в котором нет дырки? Ну нет у вас релевантного сайта. А когда он вышел, я ради интереса задавал. То есть там была статья через какое-то время на лайфхакере. Несколько видюшек с идиотами, которые сверлят дырки в айфонах. То есть релевантного сайта нет. А это значит, что вы можете создать. То есть если вы создадите сайт, который хоть немного будет подходить. Человек увидит, ну как вы сами работаете с поиском. Вы задали какой-то запрос. Увидели, что в сниппете написано то, что вы искали. Вы кликнули в него. То есть вы делаете сайт. Описываете, я не знаю что, никак. Но пишите там подробный хороший текст. Люди будут кликать. Это все равно какой-никакой ответ. Соответственно неплохо. То есть можно реально окучивать такие темы. Но вопрос зачем? Зачастую все хотят раскрутиться все-таки по продать телевизор, сырная диета, еще какая-то диета. То, где есть бабки. Но средне-низкочастотные темы. То есть если, например, какая-то трендовая тема начинается. Я не знаю там. Вот я про сырную диету первый раз слышу. Похудение от не знаю чего. Не сырная диета какая-то. Апельсиновая диета. Тренд пошел. Страниц мало. Вы влезли на волне этого тренда. Успели раскрутиться. Все. Дальше вы заняли топы. Как бы вы повлияли на поведение. То есть тренд пошел. Вы появились. В вас кликают. Все. Вы себе накрутили хорошую статистику. Либо что еще можно сделать. Это прокачивать трендовые запросы заранее на самом деле. То есть вы загодя. Например, вот так было с физруком второй сезон. Были сайты, которые раскрутились за год до его выхода. То есть люди спрашивают, когда выйдет физрук второй сезон. Там влезает сайт, на котором написано. Тогда-то все. Там больше ничего не видно. Точнее даже не так. Они засеошили свой сайт под все запросы. Физрук второй сезон первая серия, вторая серия, третья, там еще что-то. Они, но на сайте был реально ответ на вопрос, что типа первая серия не вышла. Ну не вышло, так не вышло. Люди кликали, поведение накапливалось. Мы видели, что ну как бы этот сайт, это лучшее из всего, что у нас есть. И к моменту, когда физрук второй сезон вышел, эти запросы немножко поменяли свой контекст. Он все равно поднимался вверх и дальше он был не в топе, но он скатился там где-то на третью-четвертую позицию, что дорогого стоит, потому что это был там в момент выхода из сериала огромный поток запросов. То есть они просто, да, там стырили у кого-то видео, обвешались рекламой, получили свой трафик и вот засеошили в общем-то поведением во многом. Поэтому вот есть такие способы выползать. Ну и на самом деле как можно повлиять на поведение? Как люди влияют? Они там делают интернет-магазин, приходят к друзьям и говорят поищите мой магазин, покликайте. Ищут, кликают. Например, таким образом можно, если есть одноименный магазин, вы можете закосить под него, попросить друзей поискать. Если этот магазин ищет десять человек в сутки, пять ваших друзей — это половина статистики. И вы можете спокойно перекосить всю поведенческую статистику с конкурента на себя. Это боты различные автоматически кликающие. Но с ботами поисковики уже научились бороться, поэтому это не лучшая идея. А есть люди, выполняющие задания за деньги, так называемый заработок в интернете. Это когда размещается задание, вам говорят, вбейте название моего, вбейте там, не знаю, я хочу купить телевизор, перейдите, найдите в выдаче такой-то сайт и кликните в него. Найти этот сайт, возможно, на пятой странице. Вам за это заплатят копеечку, но, понятное дело, если вам надо перебить там 60 тысяч кликов в месяц, вы можете разориться на одних вот этих людях, которым будете платить за такие задачи. Ну и плюс мы вас еще можем запалить и забанить. И тоже печально. Вы делали-делали сайт, а мы его забанили. Поэтому тут как бы тоже на самом деле вот мы подходим не к концу, а к некоторому выводу из методов, которые я привел. То есть можно оптимизировать контент, можно оптимизировать ссылки, можно оптимизировать поведенческие факторы. Вот какой подход лучше, на ваш взгляд? Все вы будете делать когда-нибудь какие-нибудь свои компании, сайты, еще что-то, чтобы вы стали оптимизировать? У вас стил. То есть вы пойдете в сегменты, где ничего нет. А что вот, ну вы же сами, наверное, видели интернет, а что, на ваш взгляд, чаще всего оптимизируют? Вот если посмотреть по сайтам. То есть чаще всего оптимизируют текст, и чаще всего SEO-шники предлагают именно оптимизацию текста и оптимизацию ссылок. Но ссылки уже поисковики как могут давят. То есть мы говорим, мы почти не используем PageRank, успокойтесь. Не надо платить SEO-шникам за ссылки. Но чуваки все равно заносят, как бы они верят. Надо хоть что-то сделать. Поведение единицы умеют оптимизировать. Это дорого. Но да, работает где-то. На самом деле текст хороший, то есть в чем, например, бывает проблема? Иногда бывает проблема, что хорошие страницы переоптимизированы. То есть мы берем вот то, что я вам описывал, языковую модель, смотрим, это не похоже на русский текст. Это похоже на какой-то вот кусок бреда. И можем забанить такую страницу. Поэтому тут вот тоже тонкая грань. Если вы слишком переоптимизируетесь, вас могут вообще забанить в поиске. Как бы вы тоже останетесь без дохода. Тут как бы вот такая тоже рулетка, надо вовремя спрыгивать. В идеале надо делать хорошие страницы. Но если уж вы полезли в оптимизацию, то надо смотреть и не перебарщивать. То есть понятно, вы можете отпугнуть пользователя, но банально, возможно, мы пользователю даже не покажем ваш сайт, потому что вы совсем перестарались. Просто совсем перебор. Притом с поведением так же. Если там с одной подсети, например, люто начинают кликать, какие-то китайские чат-боты просто с Китая начинают кликать, мы решим, ну зачем нам разбираться? Есть миллион магазинов, продающих телевизоры. От того, что мы выкидем один, никто не пострадает. Судя по тому, что он интересен только китайцам, наши пользователи, наверное, не сильно расстроятся. Поэтому с этим нужно быть осторожным. Было в свое время интересное исследование, говорящее о том, что там 86% спама, это Yahoo в свое время исследовал, можно выявить только по анализу страницы. Потому что, как вы понимаете, анализ ссылочного графа — это весь интернет. Притом не Рунет, а в целом интернет — это там сотни миллиардов, а то и триллионы страниц, чтобы это посчитать. Все ссылочные алгоритмы все-таки зачастую имеют сложность, зависящую от количества узлов или ссылок. Это очень дорого. А профита на самом деле дает немного. А вот анализировать каждый документ по отдельности — это достаточно просто. И, как показали товарищи из Yahoo, это позволяет нам покрыть 80-90% спама. Поэтому, кажется, это самый эффективный подход в данном случае. В общем, нам интересны достаточно простые способы, дающие высокую точность. Рассмотрим проблему обнаружения спан-страниц как просто бинарную классификацию. То есть нужно определить некоторое простанство признаков и выбрать некоторый метод классификации. То есть идеально было бы, понятное дело, если б спам и не спам были просто линейно разделимы там по какой-нибудь фиче. Если б мы просто изначально знали, спам это или не спам, и провели бы такую кривую по этому признаку. К сожалению, его нет. И приходится придумывать что-то более хитрое. Если посмотреть, например, вот количество слов на спамовых и не спамовых страницах, как можно увидеть по графику, это немножко два разных распределения. То есть линейно мы разделить не можем. Мы не можем оставить где-то здесь черту и сказать, все тексты, в которых больше ста слов — это спам. К сожалению, нет. Но мы видим, что есть некоторая корреляция с тем, что распределение спама смещено… То есть мат-ожидание там говорит о том, что там больше слов, чем вне спаме. Но однозначно сказать, чем больше слов, тем больше документ спам нельзя. Вот количество слов в заголовке страниц, например, менее явно видно, что оно различается. Распределение средней длинной слова. Можно увидеть, что мат-ожидание-то у них рядом, но различные дисперсии распределений. То есть тут вообще просто так кривой не разделишь никак. Но как признак это явно можно заиспользовать. А вот более явно — это количество слов в анкорах ссылок, то есть в текстах, которые подсвечиваются как ссылки. Здесь видно, что в спаме ссылки и текст в ссылке любят набивать очень сильно. Как ни странно, один из очень сильных и хороших признаков — это степень сжатия документов. Это связано ровно с тем, что тексты часто автогенерённые, тексты оптимизированы под определённые ключевики, и всё это очень хорошо жмётся, потому что оно не обладает большой энтеропией. Что можно дополнительно увидеть, что всё-таки спам не сильно отличается от неспама. То есть вот по этим графикам абсолютно непонятно, где провести кривую, чтобы отличить спам от неспама. Поэтому спамеры стараются микрировать под реальные страницы, потому что если вы делаете откровенный спам, то есть мы его легко детектим, он не попадает в поиск, такой спамер остаётся без денег и не выживает. Выживают сильнейшие, а соответственно они составляют нам неплохую конкуренцию, что им приходится быть похожими. То есть видите, может быть, они отличаются по какому-то волшебному признаку, но мы его сходу не видим. То есть вот коэффициент сжатия, например, в своё время был тоже большим прорывом, потому что абсолютно не очевидно, почему какой-то странный признак коэффициент сжатия легко отличает спам от неспам. Ну и понятно, что вот с коэффициентом… То есть со словами вы можете посчитать некоторую там медиану, что мы можем написать спам текст не длиннее такого-то размера. Это легко. Как написать текст, обладающий заданным коэффициентом сжатия? Эта задача нетривиальная. И как бы вряд ли кто-то будет так сильно ей заморачиваться. Написал — ну не получилось, так не получилось. Shit happens. Вот это распределение усреднённого веса ключевых слов. Что такое вес? Под весом здесь подразумевается IDF. Тоже хороший признак, который отличает спам от неспама. Здесь прям явно можно увидеть, что мат-ожидания расходятся. Также ещё признаки. На основании вот некоторого набора признаков мы, например, строили сом-карты. Вам уже в курсе нейросетей объясняли их принцип работы? Шикарно. То есть как можно увидеть, если нанести эти признаки на спам-карту, то видно, что спам группируется в одном углу, неспам — вокруг него. И это говорит о том, что эти признаки могут разделять спам от неспама. Какими-то нелинейными методами, но разделяют. А, соответственно, мы сможем на этих признаках обучиться чему-то, построить хороший классификатор. В нашем случае изначально это был всего лишь двухслойная нейронка на вручную построенных фичах, и уже она выдавала скор 0.96. Вам в домашке надо будет выбить скор сильно больше. Ну не сильно больше, на пятёрку как раз будет 0.96, но ваши коллеги из ETHMO выбили 0.97.5. И ваш коллега в прошлом году выбил похожий скор. То есть, как видно, уже по каким-то простейшим текстовым признакам мы можем получить хорошее качество. А какая у нас дальше возникает проблема? Как я вам говорил в начале, нам бы хорошо вообще спам-сайты не качать, потому что их 10% попадает в индекс, 30-40% в интернете. Это мы просто 40% своего железа, своих там десятков, сотен серверов спускаем в никуда. А можно на эти деньги зарплаты поплатить, можно ещё что-нибудь поделать. Поэтому хочется их находить и вообще не качать. Соответственно, ну всё легко. Если весь сайт состоит из спама, значит он спам. Если весь сайт состоит из хороших стран, значит он не спам. Всё было бы хорошо, но так бывает редко. Бывают хорошие сайты со спам-страницами. Ваш классификатор не идеален, тоже надо понимать. Бывают взломанные сайты. Бывает переоптимизированный контент, когда… Ну перестарались люди, ну слишком много ключевиков набили. Бывают спам-сайты с полезными страницами. То есть, ну, с одной стороны спам, с другой стороны что-то нужное есть. Как бы откуда вот, например, взломанные сайты — это то, что я вам говорил. Это различные движки, на которых делают сайты, которые взламываются и туда добавляются различные спам-страницы. А учитывая, что, ну, предположим, например, вот движок… Есть сайт… Вот мы в своё время в институте делали для нашей группы небольшой форум. Это там сайт, поднятый на каком-то стандартном движке, у которого там 5 тем, в них там, ну сколько, не знаю, ну 50, ну 50 страниц разных есть. SEOшники нашли наш сайт, там, ломанули, залили ещё 50 спамовых страниц. На выходе половина нашего сайта — это спам. Если мы такой не будем индексировать, то мы так, не знаю, все форумы там, сайты детских садов, вот, например, на том же укозе люди там делают сайт какого-нибудь детского садика, его хорошо бы находить. А он состоит из там двух страниц. То есть две страницы хорошие, спамеры взломали, ещё 50 плохих налили, и как бы всё, и мы не находим сайты детских садов, форумов, всего чего угодно. То есть, к сожалению, очевидный подход больше 50% спам не позволяет нам хорошо отделить спам-сайты от неспам-сайтов. То есть какие характеристики сайта очевидны? Понятно, это доля спам-страниц, это расположение спам-страниц. То есть тоже важно, что если у сайта на главный спам, то, наверное, владелец сайта не мог этого не заметить. Ну, как бы достаточно сложно этого не заметить. И если вас ломают, редко вам кто-то на главную вешает спам в надежде, что вы будете тихо раздавать им трафик, потому что это слишком палевно. Вариантность прихода ухода на спам-страницу. То есть если эти страницы реально отделены так от сайта, то есть вам их подсадили, но на них ничего не ведёт. То есть это просто сегмент сайта, отделённый от нормальных страниц, чтобы вы его никогда не нашли. Это, наверное, тоже что-то говорит об этих страницах. На какие страницы ведут входящие и сходящие ссылки? Что это значит? Есть сайт вашего форума. Я в мои учился, например. Мы где-нибудь зарегистрировались на сайте нашего факультета, есть ссылка на наш форум. И она ведёт на тот сегмент, который хороший. А есть сегмент, на который никто снаружи не ссылается, и, наверное, в нём что-то не так. Ну и на самом деле вероятность участия в спам-ферме — это когда образуются большие скопления спам-сайтов, которые просто агрегируют на себе пейдж-ранк и потом раздают его кому-то. Они зачастую очень сильно перелинкованы друг с другом. Ну значительно сильно, чем обычные сайты. Вот график — это доля спам-страниц и сколько таких сайтов вот среди спама. То есть, например, вот стопроцентной долей среди… То есть так, что весь сайт состоит из спам-страниц — это всего лишь 64% из всех спам-документов. То есть кажется, ну вот если вы сделать такой классификатор, вы 64% сайтов найдёте. Неплохо, но, кажется, не очень-то точно. Притом вы угробите там, ну, 1% не спама. То есть, возможно, это ошибки вашего классификатора. То есть классификатор перекосило, и он взял весь сайт какой-то, ну вот перекосило его на какое-то слово. Вы плохо бейский классификатор построили, и сыр и диета для вас стали просто однозначно спам. Да, ну вы сайт какого-нибудь там сырного производителя костромского, который никто не сошел, угробили целиком. А ваш поиск его не находит, чужой находит — всё, вы хуже. То есть надо понимать, что тут 1% — это там 100 тысяч сайтов. Это вы потеряли 100 тысяч хороших сайтов. Это уже печально. Это вот пример участия в спам-ферме. То есть мы смотрим, есть сайты, есть вероятности того, с какой вероятностью они являются спам-сайтами. И как-то мы усредняем для текущего сайта, какая вообще вероятность, что он спам-сайт, если на него ссылаются. То есть кажется, что, ну, неспроста же они ссылаются. Но тоже спамеры — они же не глупые люди. Если бы они все ссылались только спам на спам, мы бы их легко детектили. Поэтому на спам-сайтах есть ссылки на нормальные ресурсы. Они очень любят ссылаться на крупные сайты типа Яндекс и Мейл.ру. Я, честно говоря, до конца не знаю почему, но как минимум вы не сможете вот однозначно отличить поэтому. То есть часть ссылок всё равно будет вести на хорошие сайты. Вот вероятность участия в спам-ферме здесь всё ещё сложнее. То есть со стопроцентной вероятностью мы всего 4% найдём. Но мы можем все перечисленные ранее признаки объединить в некоторый классификатор, использовать, например, EM-алгоритм, чтобы подобрать веса для этих параметров, и построить некоторый такой классификатор, который нам точно разметит большой датасет, а потом для всех новых сайтов, например, воспользоваться банальным алгоритмом KNN. То есть смотреть, на что этот сайт больше похож. Он больше похож на спамовый или на неспамовый. Соответственно, при помощи этого мы где-то там 20% индекса вынесли, при этом в качестве не просели, а только улучшились. То есть это явно были страницы ненужные. Ну то есть вначале мы их вынесли и не просели, а потом мы залили на их место хороший контент и стало вообще лучше. Да, здесь как бы невысокая точность, потому что мы работаем с большими сущностями, с целыми сайтами. В Кии еще бывают применения антиспама, антифрода. То есть это вот, как я вам и рассказывал, это различные комментарии, которые покупаются, как положительные, так и отрицательные. То есть кто-то хочет хороших отзывов, кто-то хочет утопить конкурента. Есть статистика, что там по мнению некоторых там 80% всех отзывов в интернете куплены, по мнению других аж 90%. То есть очень это, насколько я знаю, распространено в медицине и в пластической хирургии. То есть они любят закупать себе отзывы. То есть с этим тоже как-то надо бороться. То есть если вы захотите сделать медицинский сайт, у вас-то проблема встанет в полный рост. Потому что вы хотите выставлять реальные рейтинги, а тут начинается. Прибегают, комментируют. Вот сайты типа букинга. То есть с букингом проще. Вы просто верите только тем, кто занес денежку и съездил туда. А представьте, что любой может оставлять любые комментарии. Все приходят и начинают нахваливать свои квартиры, дома, все что угодно. То есть это тоже спам. И сами понимаете, что такие вещи могут встретиться абсолютно в любой отрасли. Это вот для соцсетей, это рекламные сообщения, это странные добавления в друзья. То есть люди спамом тоже фейковые объявления можно считать. То есть в чем проблема? Вот фейковые объявления, если кто-то снимал квартиры. Для чего выставляют фейковые объявления по заниженной цене? Чтобы привлечь пользователей в свое риэлторское агентство. Ты откликаешься, приезжаешь, тебе говорят, ой, нет, вот эту квартиру продали, но мы вам найдем лучше. Занесите залог. То есть тоже спам. Тоже надо как-то отличать, как это делают различные такие платформы. Они смотрят, что, например, цена сильно ниже средней при характеристиках. То есть вы тоже обучаете некоторых классификаторов, которые говорят, что это ложные объявления. Ну тоже вот Авито, например, и в целом всякие сайты-объявления борются с интим-услугами, что можно отчасти отнести к антипорну, но они борются с услугами, которые как бы запрещено размещать, когда их сайт используют не по назначению. Для банков актуальные там тоже, ну это антифрод уже, когда приходят по поддельным паспортам за кредитами. То есть вас тоже пытаются как-то обмануть и сломать вашу систему рабочую. То есть ваша система выдает реальным людям кредиты под такие-то проценты с такими-то рисками, а тут кто-то приходит, набирает по поддельным паспортам и ломает вам модель. То есть, ну как бы эти люди точно не вернут и, соответственно, вы потом останетесь в минусе. Это вот, ну это уже профрод. Это спорные транзакции в банках, то есть тоже есть мошенники, с ними надо бороться. Это накликивание рекламы, то есть спам в виде скликивания рекламы конкурента. То есть вы же можете кликать в рекламу конкурента, с него будут сниматься деньги и вы просто весь его бюджет скликаете. Он потратит деньги в никуда. То есть это, ну это все, это все уже фрод. То есть вот все, что связано с деньгами, это такой антифрод, отдельная история с своими проблемами, но тоже актуальная. Вот есть еще такие вещи, как накрутки фейковых пользователей. Достаточно интересная история была, что один из онлайн кинотеатров российских, ну как бы онлайн кинотеатры чем меряются? Количеством просмотров, количеством пользователей. Они поставили iFrame с каким-то своим сериалом на сервис, который раздает файлы. Каждый раз, когда пользователь туда заходил, там где-то в невидимой части экрана запускался плеер. Они потом выпускали годовой отчет, что у них там просто колоссальный рост. Миллионы пользователей показывали график, что на них трафик идет, нагрузка. Эти пользователи даже не видели их ролика. То есть это такой тоже вид нагоняния трафика втихаря. Притом с этим приходилось бороться уже аналитикам, которые… Вы как бы оцениваете компанию, они вам врут. То есть в основном вот, ну, фрод на самом деле даже более сложная проблема, потому что как бороться с накрутками поведения? Вам надо как-то собрать обучающее множество. А как вы можете… Вы же не можете посмотреть в глаза человеку, который кликал на этот документ, и спросить, тебе это правда надо или тебе заплатили? То есть вы можете, например, купить пользователей там… Накупили вот русскоязычных пользователей, которые работают за деньги, они вам что-то накликали, вы такие, во, сейчас мы научимся детектить таких пользователей. Научились. Потом пришли китайские пользователи, которые действуют по другим паттернам, и они все еще работают. Поэтому, как ни странно, здесь вот в борьбе с мошенниками работают достаточно стандартные подходы. Это распределение по айпишникам, потому что большая часть всех этих бытоводов, они все равно, как бы, ну они себе не могут позволить очень большие сети, много айпишников, хотя всякие Amazon Cloud и тому подобные вещи сильно усложняют жизнь. То есть вы, например, не можете забанить весь пул айпишников, потому что вы забаните какие-то официальные API, еще что-то живущее на этих айпишниках. Но вы можете, например, там как-то их фильтровать из статистики. Распределение по времени, то есть как, например, боты чаще всего палятся. Трафик, который идет там от пользователей на поиск на любой сайт, он имеет дневные тренды. То есть по ночам люди вряд ли сидят в интернете. Как делают ботов изначально люди? Вхреначал в crontab, раз в минуту кликай. Смотришь так, с этого айпишника у тебя просто вот полка. В любую минуту смотришь, одинаковое количество кликов. Ну как бы, ну, наверное, это что-то нездоровое. То есть как бы вот такие в основном, ну не в основном, но первоначально фрот реально надо детектить как аномальных людей, а не аномальное поведение. Анализ энтропии, то есть что пользователь не совершает никаких действий, кроме кликов. Притом как бы пользователя вы тоже не всегда видите. Он спрятан там под NAT, он может сбрасывать куки, еще что-то делать. То есть понятное дело, обычные пользователи не часто это делают, но вы же не хотите всем новым пользователям показывать капчу. Вы же так останетесь без новых пользователей у себя на сайте. Поэтому приходится как-то балансировать. Ну и время сессии. Вот, ну, различные статистические подходы. То есть здесь сложность, вот основная в антифроде, это набрать обучающее множество. Сильно сложнее, чем со спамом, потому что это люди, которых вы не видите, и все ваши заказные вот атаки на себя всегда найдется что-то, что вы не учли. Поэтому в основном это статистические подходы и машинное обучение, чтобы это обобщить. То есть вы делаете и стандартными математическими моделями, там, сравниваете распределение, все что угодно, и рядом обучаете машинное обучение и дальше стекаете эти модели. Еще где происходит борьба вот с накликиванием и всем остальным, это анализ собственной дистрибуции, анализ своих рекламных компаний. Когда вам, не знаю, рекламное агентство скликало все объявления, это тоже как-то надо находить. То есть, может, не все из вас уйдут в программирование, кто-то уйдет в аналитику, в свой бизнес, и тоже надо уметь анализировать, когда вас нагревают со стороны просто. То есть это такой фрод, но от того, кому вы заплатили деньги, он вас обманывает. Он говорит, что у вас все плохо, а на самом деле просто он накупил тоже китайцев или кого-то, чтобы они вам все накликали. Ну вот сервисы такси тоже, казалось бы, подвержены фроду. Есть статьи, как водители обманывают клиентов, как клиенты катаются по баллам и еще что-то делают и обманывают. То есть это все тоже фрод в некотором роде спам, потому что это тоже детектируется нетипичным поведением. То есть вы можете найти, что водители делают какие-то нетипичные вещи. То есть мы предполагаем, что большинство не ворует, большинство не обманывает. То есть вы смотрите, в среднем пользователь выходит в такси через 3 минуты, а тут есть водители, которые начинают заказ через секунду после того, как приехали. Наверное, что-то с ними не так, и надо как-то конкретнее с этим разбираться. И так далее. И так далее. И так далее. Продолжение следует... Продолжение следует...